Привет всем! Недавно я вспоминал Майка Науменко и его классинку LB или 55. Ну а вспоминая Майка нельзя не вспомнить группу T-Rex. Любимую группу Михаила Науменко, любимую группу Майка и любимую группу мою одну из двух сотен, наверное, любимых мною групп. T-Rex. Многие, конечно, T-Rex воспринимают как такой буги-рок, как глэм-рок, страшное слово, от которого корежит любителей так называемой настоящей музыки. Мне с ними спорить бесполезно, бессмысленно и безобразно, я бы даже сказал, потому что любители настоящей музыки, как правило, не понимают вообще, что такое музыка. И настолько далеки они от музыки, что, в общем, все разговоры абсолютно теряют смысл. Так вот, T-Rex Марк Боун. Майк познакомил нас в свое время, когда мы были молоды, мало еще что знали, хотя уже по сравнению с одноклассниками, скажем так, одногруппниками в институте уже кое-что знали в музыке 20 века. Познакомим у нас вот с этой пластинкой. Первый альбом группы T-Rex. 1968 год. Называется она замечательно. My people wear fire and a hat sky in their hair, but now their content to wear stars on their brows. Название пластинки. Вот она здесь внизу написана. Если кому интересно, можете почитать. 1968 год. Дуэт Стива Перегринтука и Марк Боун или Марк Фельд на самом деле. Марк Фельд. Его зовут так же, как и Стива Перегринтука, зовут Стивен Портер. Ну, право артиста брать псевдонимы, и мы все привыкли к Марку Болану и Стиву Перегринтуку. Марк играл в группе Джонс Чилдрен вместе со Стивом Портером, который еще не был Перегринтуком. Играли они абсолютно какую-то невменяемую музыку. Уж на что я люблю всякий радикализм, всякие эксперименты. Но меня Джонс Чилдрен не впечатлили. Я слушал их записи и как-то не очень. Ну, видимо, я не одинок, потому что какой-то более или менее грандиозный концерт, устроенный группой Джонс Чилдрен, был полностью провален, после чего группа развалилась. Марк Болан стал заниматься сольным творчеством, оставив электрическую гитару чужую в группе, в остатках группы Джонс Чилдрен. Гитары у него не было никакой. Но стал творить, сочинять стихи, сочинять музыку. Купил акустическую гитару за 16 фунтов, на которой и записаны первые альбомы его. И звучит она замечательно. У меня есть, кстати, более-менее дешевая гитара, которую я купил дочке. И я на ней иногда играю. И такой удивительный звук, которого ни на каком вот таком вот гипсоне не получить. И я как-нибудь в записи обязательно использую. Эту гитару такой звонкий-звонкий, лишенный низов, абсолютно тонкий-тонкий такой звук. И никакими пультовыми приспособлениями, там можно крутить аквалайзер сколько угодно. Аквалайзер это аквалайзер, а звучание струны это звучание струны. И ничего тут уже не сделаешь. Так вот, я заболтался. Марк Боллан начал писать песни, ни на кого не похожие. Я могу сравнить его только, наверное, как ни странно, с Ником Кейвом. Потому что построение песен, построение поэтических фраз, построение куплетов, построение музыкальной структуры всей, оно выходит за рамки привычных представлений. Вы можете вспомнить там Gentle Giant, Yes, все что угодно. Там все, в общем, более-менее понятно. Там можно рассматривать какие-то отсылки к классике, к фугам, к хоралам, к чему угодно. Но это все знакомо более-менее. Ни у Никой Кейва, ни у Марка Боллана ничего похожего нет. Абсолютно свободное какое-то новое построение песен, построение именно структуры. И специально так не сделать. Это нужно как-то, чтобы в голове что-то щелкнуло. Никаким методом, так сказать, искусственным это не получится. Это точно, абсолютно. Как Марк Боллан вышел на такое построение песен, не знает никто. Даже сам Марк, наверное, он стал писать так, как пишется. При этом он обладал удивительным совершенно голосом. Ему было 20 лет на момент выпуска первого его альбома, 1968 год. Удивительный тонкий голос с широким диапазоном. И насколько хорошо Боллан им владел. Такие выпивал сложные линии. Такие вверх-вниз по диагонали зигзагом, синусоиды вниз и опять. И он с таким удовольствием пел, что, в принципе, мог не сочинять стихов. У него голос был использован как еще один музыкальный инструмент. И он просто соловьем заливался. И такой у него едкий, проникновенный в то же время. И интимный, и чуть-чуть раздражающий голос. Если у Дэвида Бауи такой голос сладкоголосый, можно сказать. Хотя и с металлом. Он вполне может металл такой дать мог, точнее. Боллан тоже мог дать металл, но у него он такой вот едкий, едкий и пронзающий прямо. И при этом очень искусный. Так вот, и стали играть вдвоем. Марк Боллан и Стив теперь уже Перегринтук. Перегринтук замечательный музыкант. Играл на перкуссии, на органчиках, на куче в разных дудочек. Японский гонг, детские вот эти вот клавишные, такие духовые штучки. В общем, чего только там у него не было. Масса инструментов использована была. Совершенно нетрадиционно, но очень здорово, очень музыкально. И перкуссионист, он был удивительный, исключительный. Масса музыковедов, масса исследователей творчества Терекс в один голос говорят, что таких вообще людей земля наша не рождала. С таким качеством, с такой манерой игры на перкуссии. Совершенно отдельный человек. И акустические вроде бы песни, акустическая гитара, да. Ну, там пара гитар может быть. И Стив Перегринтук на массе вот этих всяких штук. И волшебный голос Марка Боллана. И изумительный бэк-вокал Стива Перегрина-Тука. Прекрасно. Прекрасный бэк-вокалист, который подцеплял вот эти вот удивительные мелодии Боллана. Чисто очень раскладывал в интервалы все это. И сверху еще накладывал дикие, совершенно нечеловеческие какие-то звуки, голосовые крики, вздохи. А-м-м, все же, а-у-у-у, там вот это вот все. И такая получалась панорама, что плотность звучания этой музыки, она, может быть, перешибала некоторые электрические группы, которые играют с полным составом, с барабаном, с басом, там электрогитары, с фидбэком, со всеми делами. Здесь такой плотняк, такая стена звука в этой самой акустике группы Теренодорус Рекс. Что, ну, не знаю, ни Донован, ни Дилан, никто такого, ну, у них задачи другие были. Они исполняли песни, рассказывали истории баллады. Болон тоже рассказывает истории, но на первом месте здесь музыка. На первом месте вот это вот групповое, хотя их двое всего, да, групповое творчество, музыка. Голосовая линия и все, что вокруг нее, это все музыка чудесная, завораживающая, сказочная. Я там рассказывал про ЕС, про Gentle Giant, что это отдельный мир, в него входишь, начинаешь гулять по этим прекрасным местам, которые нарисовали и озвучили там музыканты группы ЕС. У Болона ровно то же самое. Таинственный лес, таинственные скалы, океаны, облака, гроза, молния, дикие животные. Ну, вдохновлялся Толкином. Болон так же, как и Стив Перегринтук. Я Толкина читать не люблю, а слушать Болона одно сплошное удовольствие. Ну, Hot Rod Mama, первая песня. Казалось бы, чистый блюз. Чистая блюзовая такая конструкция, но болоновская. Совсем все. Все звучит сказочно. Можете себе представить сказочный блюз? До Болона я не мог себе этого вообразить. Здесь я понял, что бывает и так. Следующая песня. Сцена Сков. Тоже продолжение, как бы, Hot Rod Mama, но на двух струнах сыгранное. Но при этом полотняк весь сохраняется. На гитаре можно играть и так. То есть, возможности гитары, возможности музыкантов безграничны. Подход может быть любой. Ну, там не только на двух струнах. Там он расходится, в принципе, дальше. Но основа такая. Тун-дун-дун-дун-дун-дун. Не блатничок этот. Ту-ту-ту-ту-ту. Ничего подобного. А тун-дун-дун-дун-дун-дун. Такие вот, наверное, две струны. Масса перкуссии. Масса голосов. И такое давление. Чайлд Стар. Это просто хит хитов. Хотя хитом ее назвать трудно. Потому что это просто красивое, неземное, какое-то воздушное произведение. Очень, очень, очень просто такое сказочное. Как и все здесь. Это одна сплошная сказка. Очень здорово. Мустанг Форд на второй стороне. Афган Вумен. Единственная песня, наверное, построенная более или менее похожа на то, что играют все. Почти как у всех. Если во всех песнях на первой стороне, как я уже говорил, фразы голосовые выходят за... То есть, строфа не квадратная, условно говоря. Рифмы не жесткие. Рифмы. Там строчка, 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 строчка. Так и получается. Там, да. Ничего подобного. Там тянется одна строчка длиннее, вторая короче. Все это. Ну, как у Ника Кеева, как у Марка Болова. Совершенно нетрадиционное построение. Но вот Афган Вумен, она более-менее похожа на Битлз. Скажем так. Скажем так, похожа на привычную музыку. Все остальное совершенно не похоже. Все остальное удивительное. Штуки. Играли они в маленьких клубах. Играли квартирники. Дэвид Бауви бегал на их квартирнике. И восторгался Марком Болуном. Они подружились и дружили, в общем-то, всю свою жизнь. Ринго Старр очень дружил с Марком Болуном. Сид Барретт дружил с Марком Болуном. Они нашли друг друга и общались довольно часто. Вторая пластинка вышла тоже в 1968 году. Буквально там пару месяцев спустя. И она сохранила вот эту чудесную вязь, чудесную вышивку мулине, такое Марка Болуна. Плетение ковров таких музыкальных. Но песни стали более похожи на, в хорошем смысле, рок-музыку. Они стали более конкретными. Если здесь они просто... Они короткие, но непредсказуемые. Здесь больше предсказуемости уже в этом альбоме. Но не хуже абсолютно. То есть весь кайф Болуновский, вся его легкость, весь полет сохранился. Дебора. Первая вещь Дебора Робетт называется она. Дебора Робетт, точнее. Она называется. Я привыкаю Дебора просто называть. Иногда она пишется как Дебора. Вполне. И, конечно, Саламанда-Палаганда, открывающая вторую сторону. Это песня, которая Виктора Роберта Вича Цоя и меня в свое время поразила, очаровала. И мы гуляли по улицам Купчино и напевали Саламанда-Палаганда. Вот как у них там. Послушайте, это фантастическая совершенно песня. Стэйси Груф. Очень хорошая штука. Консуэлла. Вообще здесь все хорошо. Песня более структурирована, чем на первом альбоме. Пластинка 1968 год. Марк Болланд, Стив Перегрин. Тук. Майк Науменко рекомендует. И я рекомендую. Обязательно для прослушивания. Следующая пластинка вышла через годик. Юнифорн. Она еще более структурирована по форме. И Болланд здесь уже начинает играть на электрической гитаре. А Стив Перегрин Тук садится за ударную установку. Но не играет вот так вот. Такой вот рок. А играет по-прежнему Тираннозаврус Рекс. Вот эти штуки. Но уже используя бочку и малый барабан. И кучу всяких своих любимых этих перкессионных штучек. А Болланд внедряет электрическую гитару потихонечку. Но очень потихонечку. Очень локально. И очень по-своему странно. Вот так вот. Не так как I love to boogie. Это все будет потом. А очень странно. Вот так вот его внедряет. Но здесь две песни, которые обязательны просто. Я не знаю. Для плейлистов. Или для вашей домашней фонотеки. Или просто для прослушивания. Это Cheryids of Silk. Шедевр безусловный. И Cat Black. Послушайте Cat Black. Сразу все вы знаете. Тони Висконти там играет на фортепьяно. Про роль Тони Висконти в группе Тиранозаврус Экс и Тирекс я скажу позже. А сейчас я пойду переслушивать вот эту пластинку под названием Unicorn. И пить правильно. До новых встреч. Пока.